Перед тем, как её сбросили, тётя Эля успела сказать громко фразу «Отче, отпусти им!» «Отче, отпусти им!» – так назвала свою седьмую книгу забайкальская писательница Мария Тимошенко. Нечеловеческая сила духа должна быть у людей, которые способны молиться за своих убийц. И убиенная царская семья, и княгиня Елизавета Фёдоровна Романова, живой, сброшенной в шахту, стоя на своей голгофе, простили палачам, потому что видели, они не ведают, что творят. Книга основана на архивных документах, воспоминаниях князей дома Романовых и на семейных архивах. Эта книга зародилась в душе, когда я нашла бабушкин дневник. Я начала его читать и вспомнила все её рассказы, которые я слушала от неё в детстве. Я потом стала то, что у неё записано в дневнике, сверять с теми достоверными историческими фактами, я была вообще поражена, что настолько моя бабушка была близка ко всей этой истории. Я действительно, когда писала, я чувствовала, что помощь идёт свыше, что не я вот это всё выстроила. Несмотря на то, что в основе книги реальные исторические события, они поданы в художественной форме. Это и позволяет, как признавались многие читатели на презентации, прочитать книгу на одном дыхании. Перед нами не только роман «Воспоминания», но роман «Откровение» написала в предисловии книги Елена Куринная. Для многих, кто пришёл на презентацию книги, этот роман действительно стал «Откровением». Это захватывающее чтение, это хорошо изложено, легко воспринимается, читается, а самое главное, что и человек через себя пропускает. Конечно, мы этой темой касались, мы это знали, мы читали. Много интересных и страшных вещей мы прочитали, конечно, но вот тут вот изложено, это уже более частное, это более такое личное. Презентация книги шла не совсем в традиционном русле, потому что многим хотелось выразить искреннюю благодарность автору за её труд. Сюрпризом для писательницы стало телефонное поздравление от народного артиста Александра Михайлова, с которым они в детстве вместе росли. Среди участников вечера было множество близких друзей автора, писателей, библиотекарей, журналистов, врачей, музыкателей. Тех, кто хорошо знает богатое и разноплановое творчество писательницы. Мария Тимошенко – автор семи книг, среди которых автобиографические повести, мистические рассказы, книга для детей, сборник стихов. Многие стихи цитировались на вечере. Ты моя жизнь, родная Русь, тобой дышу, тобой горжусь, моя любовь и боль, Россия, храни Господь, в ней наша сила. Любовь к России, боль за Россию пронизывает новую книгу Марии Тимошенко, заставляет задуматься о судьбе родного Отечества и позволяет гордиться святыми людьми, которые даже перед лицом смерти смогли сказать «Отче, отпусти им». Ирина Михайлишина для телекомпании Альтес.